В 2016 году на киноэкраны вышел фильм совместного чешско-франко-британского производства. Фильм этот остался малозамеченным для широкой публики. И здесь будет разбор не столько этого фильма, хотя о нем я поговорю немножко, сколько тех исторических событий, что и легли в основу фильма под названием «Антропоид». А поговорить тут есть о чем. Для начала обратимся к вступительным титрам – прологу фильма «Антропоид». В сентябре 1938 года в Мюнхене проходит конференция с участием Адольфа Гитлера и лидеров Франции, Италии и Великобритании. Угрожая войной, Гитлер требует отдать Германии Судетскую область Чехословакии. Не имея союзников, Чехословакия вынуждена отвести свою армию, и Германия оккупирует всю страну, не встретив сопротивления. С чего бы мне начать? Начну, пожалуй, с 1935 года. 2 мая 1935 года в Париже между Францией и СССР был подписан договор о военной помощи. Или, как его еще именуют, Франко-Советский Пакт о взаимопомощи. Буквально через две недели, 16 мая того же года, уже в Праге, аналогичный договор был подписан между Чехословакией и СССР. Основные положения этого договора идентичны положениям Советско-Французского Пакта. Но, по настоянию Праги, в него была внесена одна маленькая оговорка, но весьма важная. Из этой оговорки следовало, цитирую, «Обязательства взаимной помощи будут действовать между ними лишь поскольку при наличии условий, предусмотренных в настоящем договоре, помощь стороне жертвы нападения будет оказана со стороны Франции». То есть, первой, кто окажет помощь в случае нападения на одну из стран подписантов, должна быть Франция. И только тогда в дело вступают остальные. О чем это говорит? Да о том, что у Чехословакии в 1938 году союзники были Франция и Советский Союз. Однако, как уже было сказано на Мюнхенской конференции, помимо прочих, присутствовал премьер-министр Франции Эдуард Даладье. Гитлер требовал передачу Райху Судетской области Чехословакии, как это было сказано в титрах, где проживало много немцев. Англия и Франция намекали Гитлеру, что если тот будет угрожать войной, то ее и получит. Но если будет действовать как дипломат, то получит не войну, а то, что хочет. Но то мы порешили. А порешили они все ночью 30 сентября 1938 года. Чехов в зал конференции пригласили только для того, чтобы те расписались под соглашением, принятым без их участия. Примечательно, что несколько часов спустя, днем 30 сентября 1938 года, Великобритания и Германия подписали пакт о ненападении. Иронично. В декабре того же года пакт о ненападении подписали Франция и Германия. Почему бы не снять фильм о том, как из пролетающего над Прагой самолета, свесив жопы, срут на Чехословакию, Невил Чемберлин и Эдуард Деладье? Я бы посмотрел обзор на такое кино. В следующем, 1939 году, весной, с Германией аналогичные пакты подписали страны Балтии. Это так, к слову. Забегая чуть вперед и отвлекаясь от темы, скажу, что летом 1939 года страной, не имевшей подобного договора с Германией, оставался СССР. По сути, оставшись один на один в сложившейся обстановке. Но если все подписали с Германией пакт о ненападении, куда деваться? И тогда в августе был подписан тот самый пресловутый пакт Молотова-Риббентропа. То есть, когда никакого другого пути нам замечательные европейские демократии уже не оставили. Никакие инициативы СССР по усмирению Гитлера никого не интересовали, а значит, надо было менять стратегию в условиях надвигающейся войны. К тому же, Мюнхенский сговор явился, по сути, точкой невозврата, за которой большая война была уже вопросом времени. Как тут не вспомнить старый анекдот, оканчивающийся словами «И эти люди мне в носу запрещают ковырять». Нынче многие люди, говоря о тех событиях, помещают СССР и Германию в вакуум, где нет других стран, а значит, нет их дипломатических шагов и нет никакой неблагоприятно складывающейся геополитической обстановки. Никаких закулисных интриг политиков ряда стран и так далее. Ну что сказать в адрес таких людей? Нет. Не сегодня. Советский Союз в Мюнхен, разумеется, никто не приглашал. Но СССР твердо заявил, что окажет оговоренную в союзническом соглашении помощь Чехословакии. Однако была серьезная проблема. Чтобы Красная Армия пришла на помощь Чехам, ей пришлось бы пройти по территории Польши или Румынии. Ни та, ни другая страна не собирались давать нам такую возможность. Более того, воспользовавшись судетским кризисом, Польша также выдвинула территориальные претензии к Чехословакии. А следом то же самое сделала Венгрия. Советский Союз тогда намекнул Польше, причем недвусмысленно, что если та будет участвовать в разделе Чехословакии, то это автоматически отменит советско-польский договор о ее нападении. Польша, как известно, на это предупреждение забила болт. Тут мне следует сделать небольшую оговорочку о Польше. То и дело на разных ресурсах. Как только речь заходит о Польше, ее политике и взаимоотношениях России и Польши, то многие патриоты России начинают писать крайне оскорбительные вещи о нашем соседнем государстве. Также следует вспомнить, что на бесконечных политических ток-шоу нашего мозговыжигателя под названием телевидение из одной передачи на другую, из одного канала на другой прыгают одни и те же 3-4 поляка, или всего лишь два, демонстрирующие просто пещерную русофобию. И это создает определенный образ польского народа среди наивной российской публики. Я не хочу лить воду на эту мельницу. Разумеется, тамошняя пропаганда рисует нас не в самом лучшем свете. Наша пропаганда, разумеется, не отстает. Для того и скачут эти записные русофобы с одного канала на другой, чтобы у нас не было сомнений, что кругом враги. Меня же больше всего интересует то, что Польша населена миллионами людей, огромное количество среди которых вполне себе замечательные, дружелюбные люди, с которыми, по мере возможностей, следовало бы устанавливать контакты и диалог. Но политика есть политика. И в ту пору, а именно в 1938-1939 году, политика Польши была такова. В общем, Гитлер получил, что хотел. Польша получила Тешинскую область, Венгрия также получила свой кусок. Чуть позже Гитлер, воодушевленный похронистическим отношением к происходящему со стороны как Франции, так и Британии, захватил уже всю Чехию. Словакия, потеряв часть территории, стала формально независимым государством, союзником Германии. Она участвовала в войне против СССР до 1944 года, когда Словаки восстали. Вместе с Чехией, без войны и разрушений, без потерь со своей стороны, Гитлер присовокупил мощнейший промышленный потенциал. Масса заводов и фабрик, что производили впоследствии для Третьего Рейха вооружения и боеприпасы. Чешское производство дало нацистам только танков и бронемашин, не меньше тысячи. Более тысячи самолетов за миллион стрелкового оружия. И это в самом начале, когда Германия получила Чехию. Ну, а для управления захваченной Чехией была введена должность имперский протектор Богемии и Моравии. Вначале на эту должность был назначен бывший германский министр иностранных дел Константин фон Нейроп. Справлялся он так себе. Не все чехи покорно приняли ту судьбу, что даровал им Гитлер в согласии Франции и Англии. Было сопротивление, саботаж на производствах. Вот тут-то и появляется Рейнхард Гейдрих. Он подготовил для Гитлера доклад о положении в протекторате и обильно снабдил этот доклад критикой фон Нейрота. Дескать, Костя не вывозит, Костя не торт и так далее и тому подобное. Нейрот от должности был отстранен и на его место уселся, ну конечно же, Рейнхард Гейдрих. Собственно, это и привело к событиям, которым посвящен фильм «Антропоид». Информация к размышлению Рейнхард Гейдрих Родился 7 марта 1904 года в Саксонии. Сын оперного певца и композитора Бруна Гейдриха. Еще в 15-летнем возрасте Рейнхард вступил в националистическую организацию «Фрайкор» – активный член нацистской партии с 1931 года, партийный билет номер 544-916. До вступления в партию служил на флоте, откуда был изгнан за недостойное поведение. Начальник тайной государственной полиции Третьего рейха с 1934 по 1939 год. Начальник главного управления имперской безопасности с 1939 по 1942 год. Президент Интерпола с 1940 по 1942 год. Исполняющий обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии с 1941 по 1942 год. Спортсмен, скрипач, отец четверых детей. Имел ряд прозвищ – Палач, Пражский мясник, а за свой высокий голос – Козел. В рамках аппаратной борьбы двух силовых ведомств СС и Вермахта, Гейдрих и его служба занимались сбором компроматов, что привело к отстранению от власти главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Вернера фон Фрича и министра обороны Вернера фон Бломберга. После аншлюса Австрии создал на австрийской территории концлагерь Маутхаузен. В ходе оккупации Польши подчиненные Гейдриху Айнзацгруппы занимались выявлением и истреблением коммунистов и евреев. 31 июля 1941 года Герман Геринг подписал приказ о назначении Рейнхарда Гейдриха ответственным за окончательное решение еврейского вопроса. Гейдрих – активный участник Ванзейской конференции 1942 года. В ходе Ванзейской конференции было принято решение предыдущую идею о изгнании евреев из Европы заменить на более радикальные действия, то, что сейчас известно как «Холокост». Через неделю после назначения Гейдриха исполняющим обязанности рейхспротектора Богемии и Моравии, он инициировал процесс против чешского премьер-министра Алоэса Элиаша, подозревавшегося в связях с сопротивлением. Судебный процесс длился всего 4 часа. Элиашу был вынесен смертный приговор. Одним из первых после назначения действий Гейдриха стало распоряжение о закрытии всех синагог на территории протектората. В ноябре 1941 года по его приказу был создан концентрационный лагерь Терезиенштадт. Одновременно Гейдрих начал проводить меры по умиротворению населения. Он реорганизовал систему социального обеспечения, повысил зарплаты и нормы питания для рабочих. Используемый Гейдрихом метод кнута и пряника привел к ослаблению чешского сопротивления. Вот такой вот персонаж этот, Рейнхард. Прилежный семьянин, спортсмен, любит своих многочисленных детишек. Ну а что до славянских, еврейских и других неугодных нацистам отцов семейств, матерей и детей, то для них заботливый Рейнхард уготовил петли, пули, печи, газ. Во время войны на территории Британии действовало так называемое чешское правительство в изгнании Эдварда Бенеша. Да-да, на территории Британии, которая вместе с Францией поднесла Гитлеру Чехословакию на блюдечки. Британское управление специальных операций и правительство Бенеша спланировали операцию по ликвидации Рейнхарда Гейдриха. И назвали они ее операция Антропоид. Антропоид здесь, как ни трудно догадаться, сам Гейдрих. Антропоид. Человекоподобное существо. Лучше про него и не скажешь. Хотя нет, скажешь, но нельзя же спецоперацию, которая войдет в историю, назвать, скажем, операция Уебок. Вдруг это дети увидят. Окончательный состав группы ликвидаторов состоял из Словака Йозефа Габчика и Чеха Яна Кубиша. Что также должно было символизировать и единство бывшей некогда страны в лице представителей двух основных народов Чехословакии. Иронично, что Чехословакии после 1993 года не существует. Снова Чехия и отдельно Словакия. Габчик и Кубиш не единственные участники операции, но именно они должны были убить Гейдриха. Точнее, казнить, ведь убийство подразумевает его право на жизнь. А в случае с Гейдрихом с этим трудно согласиться. Фильм Антропоид довольно детально воссоздал картину покушения 27 мая 1942 года на Кобылистском повороте, где должен был проехать Мерседес Гейдриха. Габчик и Кубиш поджидали клиента во всеоружии. Предположительно, здесь же находились их товарищи Йозеф Валчик, который должен был зеркальцем маякнуть о приближении машины, и Адольфа Палка, который должен был переходить дорогу перед кабриолетом Гейдриха и заставить его сбавить скорость. Не могу не заметить, что лютый нацист, руководитель оккупационной администрации, ехал в открытом кабриолете по оккупированной столице оккупированной им страны. Без кортежа с мигалками и сиренами. Без перекрытия улиц. Ну в самом деле, зачем эти излишества? Он же не слуга народа. Не поп. Представьте, что вы переходите дорогу перед машиной чиновника или клерикала, а тот вам... Слышь, псина, куда ты идешь? Но надо все-таки сказать, что тут антропоид заслужил свою премию Дарвина. Ведь был уже прецедент. Некий Франц Фердинанд Карл Людвиг Йозеф фон Габсбург 28 июня 1914 года тоже решил прокатиться в кабриолете, только в Сараево. Это стоило жизни ему, его жене и еще более 10 миллионов человек. Конечно, Первая мировая началась не из-за его убийства, но формальный повод же нужен был какой-то, да? Франц, нахера ты туда поехал? Знал бы прикуп, жил бы в Праге. Нет, не жил бы. В общем, у Йозефа Габчика, который выскочил перед притормозившей машиной Рейнхарда, заклинил пистолет-пулемет Стэн. Свинцом антропоиды накормить не удалось. Тогда Ян Куберш метнул в машину противотанковую гранату. Фраза «Получи, фашист, гранату» здесь заиграла яркими красками. Рвануло так, что часть конструкции и обивки сидения оказались у Гейдриха в селезенке. К сожалению, взрывом задела также Габчика, случайную прохожую Гелену Пехар и проезжающий мимо трамвай третьего маршрута. Дальше в фильме начинается лютая перестрелка со случайными жертвами среди гражданских от руки, конечно, водителя Гейдриха. В реальности шокированные нацисты, похоже, не смогли произвести ни единого выстрела. По крайней мере, исследователи об этом пишут. И это позволило группе ликвидаторов покинуть место покушения. Правда, побросав кучу улик, которые затем демонстрировались нацистами в специальном кинофильме. Ахтунь, ахтунь! За откликнувшись оттенка на руководительный рейтинг-протектор СС-оборгруппенфюрер Хайдрих в праздничном часе 27 мая 1942 в Праге будет обеспечена в следующей серьезной работе. Вот чего не было в фильме «Антропоид», так это сердобольной чешской женщины, которая остановила проезжавший мимо грузовик, помогла сесть туда к Гейдриху, а сердобольный чешский водитель грузовика доставил пражского мясника в больницу. О, святая простота! Гейдриха прооперировали, и поначалу казалось, что он спасен. Однако 4 июня он помер. Сразу после покушения в Праге было введено чрезвычайное положение. Габчик, Кубиш и их товарищи по сопротивлению укрылись в крипте Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия Чешской Православной Церкви. Нацисты объявили награду любому, кто поможет найти ликвидаторов. Сумма внушительная – 10 миллионов чешских крон. Это примерно равнялось 1 миллиону немецких рейхсмарок. Для сравнения, кабриолет фирмы «Мерседес», на котором доездился Гейдрих, стоил 12 тысяч рейхсмарок. 9 июня войска СС при участии чешской с жандармерией провели карательную акцию в городе Лидице. Все мужчины от 16 лет были убиты на месте. Женщины отправлены в лагерь Равенсбрю. Большинство детей оказалось в газовых камерах. Постройки в Лидице сожжены. Позже подобная участь ждала поселок Лежаки. 16 июня один из чешских диверсантов, также заброшенных из Англии, Карл Чурда, который участия в ликвидации антропоиды не принимал, явился в гестапо. Поначалу написал анонимный донос в чешскую жандармерию, но оно по какой-то причине дальше не пошло. Оно в смысле его донесения. Предполагают, что его притормозили чешские патриоты и жандармерии. Ну, наверняка были и такие. Не все же чешские жандармы помогали истреблять население Лидице. В общем, он явился лично. И не к чехам, а в гестапо. И сообщил все, что знал о сопротивлении. Следствием конкретно его предательства стало гибели 254 человек. Участников сопротивления и членов их семей. Кто-то может решить, что сделал он это из гуманных соображений, чтобы остановить массовые казни, которые учинили нацисты в ответ на ликвидацию Гейдриха. Но ведь этот предатель до конца войны работал на гестапо. Принял германское гражданство. В фильме «Антропоид», к сожалению, о его дальнейшей судьбе ничего не говорится. Я вам скажу. В 1947 году награда нашла этого героя. И по приговору Чехословацкого суда его повесили. Результатом предательства Карла Чурды стал также штурм нацистами Кафедрального собора, где укрывалась группа ликвидаторов и их товарищей из сопротивления. Семь человек. Ян Кубиш, Ян Грубы, Йозеф Габчик, Йозеф Валчик, Йозеф Бублик, Адольф Апалко, Ярослав Шварц. Они приняли бой и живыми врагу не сдались. Ян Кубиш умер позже от ран, не приходя в сознание. Немцы не успокоились и обезглавили тела чешских патриотов. 4 сентября были расстреляны священники Кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия. Вацлав Чикл, Владимир Петершик, староста храма Ян Соневент. К ним добровольно присоединился епископ чешский Моравско-Селесский Горост. Также расстрелян. А 27 сентября чешская православная церковь была запрещена. Сейчас в крипте этого собора, где ребята приняли свой последний бой, находится музей чешского сопротивления. Получается весьма мрачная арифметика, которую можно описать примерно так. Труп одного антропоида, человекоподобного Гейдриха, буквально завалили трупами тысяч людей, в числе которых масса женщин и детей. Конечно, авторитет чешского правительства в Лондоне убийство Гейдриха подняло. Но какова цена? Стоило ли это того? С эмоциональной точки зрения, можно понять, что когда подобные Гейдриху существа ходят по земле, это скверно. Но на войне стратегическое планирование выше эмоций. Какова стратегическая польза от ликвидации одного, пусть и высокопоставленного нациста? Очевидно же, что на его место тут же поставят другого, который оскалится так, что мало не покажется. Остальные нацисты усугубят меры безопасности, их преемнику будет куда труднее, если вообще возможно подобраться. И как это повлияло на ход войны вообще? Конечно, операция была резонансной, хотя бы потому, что высокопоставленный нацист отправлен в ад. И это в 1942 году, когда крах Третьего Рейха это еще призрачная перспектива. Под ними вся Европа. Перелома в Сталинграде еще не случилось. Второго фронта в Европе нет. Другое дело, когда война идет к концу, Рейх проигрывает и подобные акции деморализуют врага. Но ведь это первая половина 1942 года. Итак, убийство Гейдриха поднимает авторитет чешского правительства в Англии. И массовые казни мирных чехов в ответ на ликвидацию Гейдриха должны запустить новую волну сопротивления в оккупированной стране. Только вот и значительная часть этого сопротивления, что помогало Габчику и Кубишу, гибнет в этой мясорубке. Беспощадная логика войны такова, что зачастую приходится делать выбор между чем-то ужасным и чем-то ужасным. Без альтернатив. Была ли здесь альтернатива? Заброшенные из Англии диверсанты могли устроить крупную диверсию на каком-нибудь заводе. Я напомню, чешская промышленность всю войну поставляла военную технику, вооружение и боеприпасы Третьему Рейху. Особенно актуальным для Британии был бы взрыв какого-нибудь завода, где производились боевые самолеты. Или пущенный под откос поезд с продукцией для вермахта, люфтваффе и СС. Конечно, подобная акция также вызвала бы массовые расстрелы. Но в стратегическом плане результаты иные. Один недостигший цели эшелон с военными грузами – это сотни спасенных солдат. Тех же британских солдат в Африке. Британских моряков в Атлантике или британских летчиков. Я уже не говорю о том, что это вооружение шло и на Восточный фронт. Конечно же, сотня другая спасенных из-за нарушения поставок во вражеской армии. Это сотня другая уничтоженных гитлеровцев. В этом есть стратегическая логика. Но мало пиара. Так что это было? Конкуренция между чешским правительством в изгнании и чешским коммунистическим подпольем? А ведь и такое было. В фильме «Антропоид» между подпольщиками в Праге и прибывшими для исполнения акций парашютистами остро стоит вопрос целесообразности ликвидации «Антропоида». Но Лондон настаивает, и случилось то, что случилось. Сейчас многие утверждают, что во время социалистического блока в социалистической Чехословакии акция Кубиша и Габчика была предана забвению. О ней нельзя было говорить, поскольку они не были коммунистами и были заброшены из империалистической Британии. Это наглая ложь. Впрочем, нам ли привыкать? Помните пресловутый пакт? И все связанные с ним истории. В общем, в этой связи я должен вспомнить еще один фильм, снятый в Чехословакии в 1964 году. «Аттентат», то есть в переводе «Покушение». Это не единственный фильм о ликвидации Гейдриха, снятый во времена существования социалистического блока. Был и советско-чешский и так далее. То есть никакого запрета на упоминание операции «Антропоид» не было. Фильм «Аттентат» интересен тем, что некоторые сцены буквально реконструированы в фильме «Антропоид». Даже похожие кадры и ракурсы. И тот же спор о возможных последствиях. И тот же последний бой в церкви. И тот же последний патрон для себя. И предательство. Но есть и отличия. В фильме «Антропоид» значительный хронометраж отведен под завязавшиеся у Кубиша и Габчика романтические отношения с девушками, что им помогали. В «Аттентате» никакой лирики нет. Но есть весьма значительный персонаж, который в фильме 2016 года никак не упомянут. Это Адмирал Вильгельм Канарис. Информация к размышлению Вильгельм Франц Канарис, он же Янус, он же хитрый лис, родился 1 января 1887 года. Немецкий военный деятель, адмирал, начальник службы военной разведки и контрразведки в нацистской Германии с 1935 по 1944 годы. С 1919 года адъютант военного министра Носке. С февраля того же года служит в новом командовании флота Веймарской республики. С июня 1923 года старший помощник на учебном крейсере «Берлин». В числе подчиненного личного состава этого крейсера проходит службу Рейнхард Гейдрих. Канарис – активный участник подавления коммунистического движения Германии и убийства Карла Липкнехта и Розы Люксембург. В годы Веймарской республики – деятельный участник мер по возрождению германского флота в обход наложенных Версальским миром ограничений. 1 января 1935 года назначен начальником военной разведки и контрразведки Абвер. За три года Абвер под его руководством вырос с штатной численностью 40 человек до 4000. Создатель специального подразделения Брендербург-800, укомплектованный владеющими русским языком нацистами, спецгруппы этого подразделения, одетые в униформу Красной Армии, успешно орудовали в советском тылу накануне нападения на СССР и в первый период реализации плана Барбаросса. После неудавшегося покушения на Гитлера в 1944 году смещен со своей должности. Позже, по подозрению в участии в заговоре, арестован. Повешен за месяц до капитуляции Германии. Итак, Канарис. Давний знакомый Гейдриха, еще по службе на флоте. Да еще и глава военной разведки. Надо ли говорить, что среди силовых ведомств всегда существует конкурентная борьба. Борьба за влияние, за бюджеты, за власть в конце концов. Чехословацкий фильм демонстрирует зрителю, что над Канарисом сгущаются тучи. А мы ведь помним, как ведомство Гейдриха устраняло высокопоставленных армейских чинов вермахта. Слежка, компромат и так далее. Доподлинно неизвестно, были ли личные обиды у Гейдриха на бывшего морского начальника. Ведь Гейдрих был изгнан с флота с позором. Возможно, и этот факт оказал какое-то влияние на подковерную борьбу между Гейдрихом и Канарисом. Другой известный нацистский деятель, Вальтер Шелленберг, в своих мемуарах писал «Я убежден, что если бы Гейдрих остался в живых, то Канарис сошел бы со сцены еще в 1942 году». Канарис тоже собирал досье на Гейдриха. Например, люди Адмирала активно пытались найти сведения о еврейском происхождении Гейдриха. Ничего подобного не нашли, зато сейчас на эту тему масса спекуляций и даже книги издаются. Хотя, если рассудить здраво, а какая разница какой национальности нацист? Цыган, не цыган, еврей, не еврей. Какая разница? Неважно, кем был его дед. Если он служил нам и служил фанатично. Да, и раз он нацист, сделайте с ним что-нибудь такое, чтобы так называемый колес, так называемого уренгоя, рыдал. «Особую пикантность всему этому придает то, что Адмирал Канарис уже долгие годы имел контакты с различными иностранными спецслужбами. Не только со спецслужбами союзных стран или стран, которые симпатизировали режиму Третьего Рейха. Испания, Италия. Нет. У него имелись контакты и с британской разведкой. Некоторые исследователи вообще утверждают, что он работал на Британию. Думается мне, что это преувеличение. Контакт с вражеской спецслужбой может подразумевать и эдакую борьбу интеллектов, как соперничество за шахматной доской. Лидеры государств – фигуры публичные. Они всегда на виду, как высоко поднятый флаг или как большая куча дерьма перед дверью. Это уж какой лидер? Главы же мощных разведок – настоящие игроки на шахматной доске о геополитике. Но во всяком случае они часто себя таковыми мнят. К тому же каналы связи даже с врагом всегда могут пригодиться. Но взять, к примеру, 44-й год. Заговор против Гитлера был попыткой военного переворота. Учитывая, что из-за личности самого Адольфа он был, как сейчас говорят, не рукопожат во всем мире, да и сам бы не стал пытаться договориться с Западом, его предполагалось устранить. Едва ли заговорщиков, которые годами вешали, жгали и расстреливали, вдруг посетила совесть. Просто они понимали, что с Востока надвигается неотвратимое уже возмездие. 44-й год все-таки. Ведь нигде так не зверствовала Германия, как на Востоке. После устранения Гитлера мир с британцами был бы вопросом времени. Учитывая истинное отношение Лондона и самого Черчилля к большевизму. И тогда Германия все силы бросила бы на Восточный фронт. А может быть, впоследствии фронт против Советского Союза стал бы общим у безгитлеровской Германии и Англии. Разве такое невозможно? Например, ближайший союзник Германии – Финляндия. Союзник, союзник, наступил 44-й год, внезапно Финляндия враг и объявляет Германии войну. В общем, для таких дел и поддерживаются связи между руководителями спецслужб. Не сомневайтесь, такое и сейчас сплошь и рядом. И нынешние спецслужбистские чиновники высочайшего ранга манят себя великими гроссмейстерами в геополитических играх. Разумеется, британцам такой канал связи был нужен. Но пока еще 42-й год и под Канариса вовсю копает один из руководителей СС. Опасная ситуация для человека, который в перспективе может понадобиться Лондону. И вот в Прагу летят Ян Кубиш и Йозеф Габчик. Гейдриха в оккупированном городе устраняют патриоты – Чех и Словак. Но кто подумает на то, что это англичане спасали немецкого адмирала? Отчего-то в настоящее время трудно найти обсуждение подобной версии, как первопричину операции «Антрополит». Я подчеркиваю – версии. Я не пытаюсь тут утверждать, что так оно и было на самом деле. Мы ведь с вами люди, опирающиеся на факты. Мы же не те персонажи, которые свои исторические оценки делают только на основе своих эмоциональных всплесков. А если им в ответ пытаешься говорить о фактах, то они могут назвать тебя, как минимум, начетчиком. В общем, это версия, которая, мне кажется, вполне интересной и достойной к изучению. Чехословацкий фильм «Аттентат» дает лишь только намек на взаимосвязь внутренней борьбы ведомств Гейдриха и Канариса и убийства пражского мясника. И, как я уже сказал, я не утверждаю, что так оно и было на самом деле. Сейчас же говорят, что «Антрополит» – одна из самых успешных операций Второй мировой войны. Ну да, никого такого ранга в ходе диверсии не устраняли. Только снова встают вопросы стратегической пользы. Потому мне и кажется, весьма перспективная версия, что я озвучил. Наверняка где-то в британских секретных архивах лежат под грифом «Секретные документы», что могли бы подтвердить или окончательно опровергнуть эту версию. Где-нибудь на одном стеллаже с документами, в которых говорится, зачем же на самом деле заместитель Гитлера Гесс улетел в Англию за несколько недель до нападения на СССР. Ну теперь, как обещал, совсем немного о фильме. Я считаю его неплохим, хотя многим он, скорее всего, покажется скучным. Странно только, что британцы, что решили устранить Гейдриха, выбрали для этого Чеха и Словака. А британцы, что решили снять об этом фильм, выбрали на роль Чеха и Словака британцев. С другой стороны, тут вопрос кассовых сборов. Чтобы привлечь женскую аудиторию, Яна Кубиша сыграл фотомодель и актер из «Пятидесяти оттенков серого». Чтобы привлечь фанатов «Игры престолов», на роль Адольфа Апалки взяли того самого Визериса. Ну, вы знаете Визериса. Ну, а вообще, чтобы привлечь аудиторию, Йозефа Гапчика сыграл уже звезда Голливудщины Киллиан Мёрфи. Если взять фильм о Второй мировой войне с Киллианом Мёрфи «Дюнкерк» и сравнить с фильмом о Второй мировой войне с Киллианом Мёрфи «Антропоид», то «Антропоид» старался рассказать нам реальную историю, а «Дюнкерк» старался взять «Оскара». Конечно, и косяков в «Антропоиде» хватает. Гапчик и Кубиш здесь выглядят как непутевые студенты на загородной поездке. Сомневаются, рефлексируют, упускают первого встречного, что пытался их сдать немцам, и доверяются второму встречному. В фильме 64-го года достаточно экранного времени было уделено демонстрации подготовки диверсантов на полигоне в Англии. Что правильно, эти ребята были не случайными людьми. Это кадровые военные, прошедшие спецподготовку. Их отправили не листовки клеить, а мочить козла. Но вместо этого «Антропоид» нам демонстрирует крупные планы красивых и узнаваемых лиц. В «Антропоиде» очень мало экранного времени уделено самому Гейдриху. Всего пара минут. С другой стороны, это и неплохо. О нем много говорят, как о страшном зле, коем он был, особенно для Праги. Но не показывают. Это дает нужный эффект восприятия злодея, когда он, наконец, появляется в кадре. И когда он появляется, видно, что это Гейдрих. В фильме 1964 года «Аттентат» Гейдриха много. Быть может, даже излишне много. И с его воплощением там проблема. В кадре человек, которому крепко за 50. Хотя, когда Гейдрих кончился, ему было-то 38. И в том и в другом фильме присутствует Карл Чурда. Только вот фразы «Чешские патриоты» ему бросили в двух фильмах разные. «Аттентат» Гейдриха много. Стоит посмотреть хотя бы ради того, чтобы убедиться, что никто в ту пору не запрещал говорить о Кубише и Габчике. Другое дело, что им в социалистической Чехословакии не был установлен памятник. Наверное, в этом был какой-то смысл. Если бы памятник установили сразу после войны, то какова бы была реакция тех людей, чьи родные и близкие буквально вчера были расстреляны в отместку за смерть Гейдриха. Но, по моему личному мнению, лет через 20-30 это уж точно стоило бы сделать. Все-таки это были солдаты на общей войне против нацизма. И они в этой борьбе пошли до конца. Как бы там ни было, сейчас в Праге, на том самом повороте, где они совершили дерзкое покушение, памятник установлен. Как и мемориальная доска на стене церкви. Будете в Праге и, если это, конечно, не противоречит вашим убеждениям, салютуйте им от меня. В 1942 году, только после всех вышеописанных событий, Великобритания заявила, что считает Мюнхенские соглашения 1938 года недействительными.